Всем привет дорогие зрители! Сегодня 20 мая, понедельник утро. Рассматриваем график цены биткоина. Что с ним будет дальше? Пытаемся сделать прогноз. В общем, вчера, позавчера были положительные сценарии. На недельке рассказывал о том, что индикатор MACD мог закрываться в плюс. Но сейчас, на данный момент, у нас часовик. Смотрим, что ровно вечером, перед закрытием недельки, у нас цена на биткоин пошла вниз, скорректировалась 67700, дошла до 65900. То есть, коррекция на, получается, на 1800. Коррекция пошла и цена вернулась. Но коррекция пошла не вовремя, потому что неделька у нас не смогла закрыться выше 66900. Она закрылась ниже неделька. И мы видим, что на недельке не появился сигнал на покупку. Опять же, он может появиться и... Ну, как бы, если сейчас поднимется цена еще чуть-чуть, сигнал появится, скорее всего. Но он не закрепится в понедельник. Он закрепится только через неделю. Поэтому не факт, что он тоже появится. Цена может и опуститься. Это был бы сильный сигнал на покупку. Но, к сожалению, не вышло. Но вышло наоборот даже. На дневке. На дневке у нас вчера, вчера начал появляться сигнал на продажу. На дневке, да. То есть, разворотный сигнал на продажу. И сегодня тоже сигнал продолжился. Хоть цена скорректировалась обратно вверх, сигнал на продажу тоже опять появился. Опять же, значит ли, что цена будет падать? Ну, нет. Не совсем, да. То есть, на данный момент у нас такая, по идее, бычья структура сформирована. Сказать, что цена будет сейчас падать от текущих, тоже нельзя сказать. В общем, рынок находится вне определенности. Индикаторы показывают разные вещи. Тот же недельный индикатор при благополучных обстоятельствах может показывать и покажет опять разворотный сигнал. Дневка показывает, недельный показывает разворотный сигнал вверх, по идее. При хорошем сценарии от Дневка показывает на данный момент разворотный сигнал вниз. То есть, на данный момент может быть коррекция какая-то на этой неделе. То есть, он пойдет чуть-чуть вниз, потом вверх. Или не пойдет вверх. В общем, на рынке неопределенность. Пока нельзя точно сказать, что будет. Поэтому не надо торопиться. Не надо заходить в лонг или шорт. В общем, стоит подождать. Я на данный момент решил сделать такую рубрику. Завел 50 долларов. И решил попробовать на фьючерсах опять. Опять попробовать, чтобы меня ликвидировали. В общем, будет такая рубрика фьючерсы. Если будет интересно, смотрите. Попробую торговать над ней тоже в ютубе. Чтобы снимать, что из этого получится. Надеюсь, меня не ликвидируют при первой же сделке. Такие дела. Но будет весело и интересно, во всяком случае, лодоманить. Почему коррекция наступила? Кстати, потому что у нас индикаторы тут были. Например, на часовике видно лучше. На часовике видно, что у нас перегретость была. На индикаторах MACD падали. RSI падал. Цена росла. И коррекция наступила не вовремя. Было бы очень хорошо, если цена на недельке закрепилась бы выше 66.900. Но, к сожалению, так не случилось. У нас опять неопределенность на рынке. Поэтому ждем новых сигналов. Вот такая ситуация терпения, друзья, товарищи, зрители. И все будет хорошо. Всем удачи. Всем пока.